сейчас будет много достаточно интересной полезной и увлекательной информации это касается ну наверное моего друга и еще остальных человеков которые не совсем доезжают суть событий суть событий у нас немножко другая давайте все-таки определимся что не каждый первый из нас доволен этим дивным курсом доллара а я специально подождал я специально подождал ну вот тут не надо думать о чем-то другого я подождал когда у нас даже доллар прыгнет под наименованием три значка то есть было время когда доллар очень высоко прыгал до 6 тысяч рублей да потом его опустили и стала стоить один доллар стоил 6 рублей не помните я помню при мне все это дело было то есть принципе казалось что мы как бы забыли про эти показатели циферные но мы не забыли показатели циферные сегодня доллар вместе с евро это уже более 100 рублей вам это сильно нравится мне ни в коем случае по одной простой причине потому что этого не может нравиться никому потому что это и есть инфляция господа мои это четкая инфляция я уже не понимаю о чем идет речь но то что у нас случается случается постоянно и любимое удовольствие для россиян это покупка валюты и вы хоть тресте хоть лопните они все это дело покупают некоторые свольнули но даже беря город магнитогорс количество людей которые отсюда свольнула она просто не меняется точнее она меняется тему что сюда приезжают те у кого еще ситуация повеселее есть дивный вопрос качество жизни качество жизни это качество коррупции россия находится далеко не в первом десятке далеко не в первой десятке даже не в первой сотне ну так понятно да то есть если коррупция высока то качество жизни такой же и поэтому люди валят но есть государство где коррупции еще повеселее чем российской федерации эти государства они прямые гранича структуры с советским союзом советская с российской империи которая зачем-то растеряла все что должно быть а теперь товарищи которые были ближе к югу и чуть-чуть восточнее вот у них там все по самые кривые помидоры и вот они сюда приезжают и поэтому большом количестве в школе у вас не только татары и башкиры которые были у меня там еще было к большое количество евреев а сейчас туда уже приходят узбеки таджики ну и все то что там располагается киргизы я не противник я хотел бы посмотреть просто возникает вопрос вы в свое время уничтожали российских человеков смысле россиян просто потому что вам это было нужно а теперь сюда приперетесь это такая ситуация у меня с миндяком да то есть я коренной магнитогорец туда-сюда ездил естественно приезжал медяка мама там работала и меня там все гнобили я задал им потом вопрос я говорю а чё вы приехали в магнитогорск за онкологией я просто смеюсь я просто смеюсь теперь возникает другой вопрос вы думаете что все должны вылизывать партию власти уж поверьте мне все партии власти не вылизывают есть одна структура структура это находится в государственной думе структура это называется к иммунистическая партия российской федерации потому что свое время прекратила свое существование кпсс который собирался поступать на первом на втором курсе института первый курс я работал на втором курсе я собирался поступить к псс невзирая на то что я был уже крещеным тогда это можно было и давайте все-таки переговорим о сути событий вернемся на круги своя сегодня будет много интересных вещей потому что я же не только этими делами занимаюсь да то есть когда я поступил в горный институт когда он был горным институтом я поступил на военную кафедру и по военной кафедре сейчас тоже небольшое восприятие и умопомрачение дам тем кто немножко тупит и мне когда говорят что сталин был плох во первых я даже не знал что был товарищ сталин до того момента когда не пришел товарищ горбачев то есть ну я не знал что он существовал в природе своей и давайте вернемся на круги своя восемьдесят девятом году таких же тупорылых студентов на уськали в китае и все сели на площади они мы не что с ними сделали по ним танки проехали очень хороший кстати делал было то есть студенты идиоты пенсионеры древние они такие же идиоты вы не заплатили 5 рублей никто за кого нужно проголосовали вот сама ситуация он нас то какая и вы думаете что каждый человек желал чтобы доллар прыгал нет в советском союзе доллар никуда не прыгал его и все время также ограничил товарищи юсуфи с греночи сталин чай вас еще реночный плохой вот человек просто вокруг него были дебилы а вы что думали все равно все должно быть красиво и ровно то есть вы сейчас думаете что где-то в других местах есть не такие же чмокни нет конечно же то есть ничего не поменялось единственное что поменялось что при кпсс никто не воровал ну никто не воровал не ось висареновича не было денег в том количестве что сейчас них товарищи это есть не у владимир ильича ленина да они неплохо питались но и делились то есть это были специалисты и эти специалисты дали нам возможность за достаточно короткое время стать из аграрной страны страной которая дала пире и под названием фашизму вместе с нацизмом и никогда в советском союзе не было нацизма когда начинают говорить что русские это нацисты это с какого перепуга потому что вам надо понимать что это вы были нацистами да 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 господа мои я специально поставил некоторый вопрос в начале сюжета потому что мы никогда нацистами россияне не были вообще давайте вспомним российскую империю в российской империи не было вообще подразделений на национальности в российской империи у вас фамилии какие я не знаю какого рода моя фамилия еще раз говорю фамилии у 90 процентов россиян появились потому что что-то делал папа потому что до 1861 года у нас было крепостное право и фамилии не было а там не сильно это много до того момента когда октябрьская революция случилась но грубо говоря 50 60 лет и случилось октябрьской революции или вы то я же говорю с мозгами надо думать теперь мне задают вопрос вот давайте все таки почему сталин был почему столько просралось я еще раз говорю может быть просралось но если бы не был я меня меня бы здесь не существовало если бы не нужно было бы быстренько быстренько сделать магнитогорск магнитогорск строили политические переселенцы часть моя по маминой линии это помесь евреев практически все они были евреи но они еще были помешаны с кем они еще были помешаны с моя мама она была из еврейской семьи качественные евреи конечно она была тоже красивая также как моя бабушка была одну я еще раз говорю сегодня сейчас натали портман еще одна девушка весьма интересно не все еврейские то есть это нормальные человеки то есть никогда этого дела мы не подразумевали под собой а папа мой был тем папа вы был чуваш а у мамы папа был помесь была болгарина с гагаузом то есть ну где тут я русский человек назовите меня но тем не менее я россиянин я хочу чтобы мы жили нормально красиво и ровно к слову о том вы мне сейчас начинаете сказки рассказывать что кпрф это говно во первых это не говно во вторых эта партия всегда она была в противовес в третьих естественно все что сейчас принимается а там лдпр и единая россия справедливая россия еще одна сейчас такая прикольная штука которая должна была забрать часть данных кпрф но как-то не сильно получилось то есть они от своих части давно выдернули это все одна и та же самая контора под названием понятно да что за партия власти а кпрф всегда говорила и самое забавное что у кпрф у лидеры и и все говорят зюганов козел я говорю с какого на хрен перепуга тот-то козел нет он всегда выходил на собрание всегда выступал и всегда у него было второе место даже при последней структуре под названием выборы президента грудин был на втором месте и самое забавное что мы сейчас будем говорить да то есть есть отдельные товарищи не чистые были варьё но как человек ходорковский который своровал бабки еще хотел стать президентом то на варьё то есть все олигархи то есть еще раз говорю что все олигархи пожалуй за исключением виктор филиппович рашникова потому что он по-моему весь весь комбинат перестроил ну я еще не помню чтобы что-то там осталось из той самой оперы молодец ну молодец и город он сделал очень хорошо и красиво ну как бы еще сказать ну молодец но мы помогали потому что я этим делом тоже занимался вот и давайте все-таки определимся те люди своровали и то же самое навальный он что-то без воровства что ли свалил ну конечно же вот тем да а грудинину ну попытались наехать но ничего не получилось потому что он был человеком слова дело а такие люди есть в нашем государстве они есть жизни они понимают они работают бесплатно ну как я допустим я же не стану не скулю дайте мне денег потому что youtube кончился еще чего-то кончился года мне насрать по сути на эти бабки потому что я думаю своей головой и вот эти мои стендапы почему они длинные потому что все это делается где все это делается без суфлёра вы не понимаете что центр города где мой суфлер может быть ну где нет его это просто то что я думаю то что работает моей голове теперь у нас уже другой вопрос это отдельный товарищ не тут начал наезжать то есть давайте все таки вторую мировую войну вспомнил что вы потеряли и почему столько мы человеков после освобождения не досчитались объясню это уже из разряда на военной кафедры очень хорошая была военная кафедра и вообще как будто что на мне давал горный институт за мои заслуги здесь ним я им говорю что тогда это было идеальный вариант я своему институту говорю вы сделали из меня крутого человека даже вопросов нет так по военной кафедре сейчас мы объясним дивную ситуацию то есть первоначально мы в принципе наша оборона не существовала потому что мы всегда были завоевателями ну давайте вспомним халкин лоу когда мне говорят что мы очень много по потеряли при работе с финляндии я говорю вы идиоты вы придурки объясняю ситуацию если человек обороняется то преимущество в силе должно быть желательно в пять раз лучше в десять раз естественно мы забрали очень хорошую часть финляндии про это все забыли вы иди идиоты возьмите почитайте у вас есть википедия что касаемо первоначальной ситуации то есть мы были готовы к наступлению мы не были готовы к оборонению к обороне мы не были готовы то есть давайте все таки определим что сегодня сейчас случилось и что тогда как оно случилось ну тогда не получилось четкого отступления поэтому все это дело прокатилась потому что мы были готовы на наступлении А потом получается, что вовремя создав оборону, мы на ней закрепились и дали уже пилюлей. Но когда мы дали пилюлей, вы думаете, немцы что ли не оборонялись? Не надо сказки рассказывать. Был 42-й год, все про него молчат. А в тот же самый момент Германия упаковывалась, укреплялась. Вы понимаете, о чем я объясняю? Нет, не доезжаете, да? То есть, допустим, говорим, что Германия потеряла 7500, а мы потеряли 21000 этих вояков. Естественно, мы наступали на обороняющихся человеков. Они были в обороне. Еще раз, доезжая, если мы наступаем, то наше преимущество должно быть больше. Мы так и сделали. При этом мы не потеряли сверх большое количество людей, если вернуться на круги свои. То бишь, не надо лезть к советскому офицеру. Сейчас Российская Федерация наконец-таки начинает понимать. И оно это делает. То бишь, советский человек, он уже давным-давно закончился. Советский человек. И давайте все-таки поговорим о том, что сегодня и сейчас. То есть, сегодня и сейчас мы так наоборонялись, что все вылазки моих любимых новоросов, малоросов, нет, белорусы, а то малоросы, да-да-да, потому что никогда Украины не было вроде своей. Она появилась только в 1895 году. Это вы не случайно. Да посмотрите, пожалуйста, это же есть интернет. И вот они все делят, начали разбиваться. Конечно, это война. Тут деваться никуда не приходится. Это вам не Чечня. Территория в разы больше. В два или в три, может быть, в десять раз больше. Но она серьезная территория. Конечно, будут проблемы. Но мы работаем. И все невидения, которые нам выдает Госдума, они включают конкретный вариант. То есть, если бы была возможность нормального отдельного канала по Госдуме, там было бы все понятно. Но сегодня и сейчас у нас 24 канала. Это еще Лада Магнитогорский, где каналы под названием типа меня. Хотя это не мой канал, потому что в данном случае я не могу даже это дело расположить в эфире. Потому что я нахожусь под жесткой составляющей. Цензурируемый я. Вы не понимаете, что ли? Я жестко цензурируемый человек. Это я располагаю для интернета. Вот и все. Вся ситуация именно в интернете. Но умных людей никто и не смотрит. Потому что это вам не нужно. Все смотрят приколы. Но если вы с мозгами, вы это дело посмотрите. Что же касаемо того, что, допустим, может сделать один наш товарищ. Один наш товарищ может просто запретить выборы в Думу. По одной простой причине. Он же тоже посмотрел, что случается с теми, кто ушел. Да, да, да. Хотя и возраст уже такой интересный. Но раз мы будем и думать, и действовать, и пока вы не умрете, в свое-то время самая забавная ситуация, что демократии той, которую нам втирают, для Российской Федерации не существовало в природе своей. То бишь, сколько у нас царей было? Сколько? Ну сколько? Вы не знаете. 150. Ну примерно. Не слышали, да? Есть такое понятие под названием история государства российского. Да, 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 да. Почитайте внимательно. Ради прикола. А наших замечательных других товарищей под названием руководителей нашего дивного государства мы выбирали? Нет, мы не выбирали. И выборов, как таковых, их не было. Есть нормальная штука под названием пятилетка. Пятилетний план работает в дивной стране, которая вернулась на круги своя. И к слову о том, что мне вот начинают там по ушам втирать, что там пятое-десятое. Если бы не Советский Союз, если бы это дело не случилось, то не было бы ни Пакистана, не было бы Индии, не было бы Китая, не было бы Вьетнама, не было бы Куба, Гватемалы, Никарагуа, Анголы, Камбоджи, Камбучи. Нормально? Не было бы. Не было бы Сирии, Ливии и всего остального. Их бы не было. Скажите спасибо, б***ь, Советскому Союзу. Вы знаете? А интернет крут. Я имею в виду разумный интернет. Один из вариантов разнообразия русского мата. А это уникальность именно славян. Хотя, в принципе, зная тюркские корни, есть там и то, что умом придумано, но язык вам дает дивный шанс. Короткой темой объяснить суть. Что касаемо россиян, то он прописан словами и Пушкина, и Есенина. А это поэты лучшие в мире. Другая интернет-тема для умных. Это легко доступные собрания сочинений весьма интересного, но с моей точки зрения, не совсем нужного органа, где коммунистическая партия Российской Федерации в оппозиции. Естественно, ПРО и, естественно, другие структуры на ПРО других выборов, пролоббировав свои темы, раскроили общество, собрав тему в одно русло. И это русло такие законы делает, что нормальный россиянин думает, как все это перепрыгнуть. Но всегда при принятии он их, КПРФ, а это 29%, всегда она была против. То бишь, мы говорим о государственности, в которой есть малое количество в процентах, и за реально большее, как население России против. То есть примерно 100 тысяч угластков рулят 130 миллионами россиян, за которых заступается КПРФ в рамках закона. Но денег у 100 тысяч в разы больше, в огромном количестве раз больше, и ничего для россиян не делается в природе. В смысле, совсем. А то, что делает КПРФ, для России сталкивается с отсутствием кворума. То есть, когда народная партия хочет что-то сделать, именно чтобы это государство работало для людей, то в этот момент все, наверное, другие из четырех структур идут хоботить черную икорку в дивном пупе. Так, наверное, закусывая ногами кальмара и семговскими очаровательными стейками, совершенно не думая, что в ценах это несравнимо с полным отсутствием нормальной зарплаты, нехомячной кредитами и ипотекой, и мизерной пенсией, учитывая реальное положение дел в коррумпированном государстве. О как! Когда мысли есть. А теперь не мысль. Это когда нам говорят об отсутствии демократии в коммунизме. Там была такая демократия. Да и есть, что отморозки, закутавшие структуру коммунизма, рано или поздно, лучше, ранее, выкидываются из партии, больше никогда не вернутся в это место с единой мыслью работать только на благо тех ушатанных 130 миллионов россиян. 4, 5, 6, 7, 8...